доброго времени суток друзья с вами снова я иван сусанин и мы продолжаем играть в игру edge of конан расскажи мне о себе так но я это знаю кстати отчеты за заданием не пытаешься дать давай посмотрим какие задания у меня имеются принципе есть так я хочу сейчас в общем-то ночное пробуждение поговорить с надине сигур предлагает мне поговорить с надине о медальоне строма возможно я найду ее ее доме ладно тогда пойдем выполним это задание скорее всего хиху надеюсь ночью меня никто тут преследовать не будет в этот раз так дом похоже где-то на побережье да скорее всего так и есть надине кстати а что такое красное так ладно а вон да она дома скорее всего скорее всего она дома и нужно наверное наверх подняться да скорее всего или здесь ее дом нет все таки верху скорее всего вот где-то здесь она живет кстати у нее дом то тут не закрытый толком даже не то что не закрытая дверь вообще открыта у нее почему ночью еще странно надине нет таких дверей что не открылись бы расскажи мне о себе меня зовут надине те кто ждут от меня совет или мудрые притчи больны приходить в любое поэтому у тебя не закрыты никогда ты хотела меня видеть тьма грядет время плача спокойствие разлетится в щепки словно дерево в грозу боги шепчут о будущем о том что грядет а грядет нечто очень и очень плохое я слышу великий страх в голосах богов о чем шепчут боги пророчица атлантида тонет и тысячи человек захлебываются соленой водой а херон горит и священный огонь опаляет плоть на миллионах костей мелькают века и мы в пещере а кто там стоит сзади тиран тартажа адмирал который станет королем он знает что пещера таит секрет и кто это сам разомкнуть хватку тот амона на его душе здесь видение угасает тиран побеждает сжимая в кулаке золотой талисман из золота атлантов стром нашел медальон да медальон феникса в руках тирана пока сила амулета защищает его он не подвластен заклинанию тот амона если верховный стигийский чародей не будет сдерживать строма тиран покажет себя во всей красе в твоих видениях был были атлантида и ахерон тени прошлого отголоски давно свершившегося прекрасная атлантида затопленная и утонувшая во время бури сотрясший весь мир бесчисленные души что кричат в страхе пытаясь дышать но вдыхая лишь морскую воду и мерзкий ахерон империя обреченное нападение и заслуживающее все то унижение с которым они вспоминали после ее развала этих королевств давно нет и помнят о них немногие пора рассказать всю правду надине что связывает строма с тот амоном посмотри на свою грудь на знак что ты носишь знак ахерона вот что некогда заставляла тебя выполнять волю тот амона тело строма украшено тем же знаком медальон феникса вернет тирану свободу воли и неукротимую злобу вижу если стром сорвется с привязи великие беды обрушиться на жителей тартажа а ведь помимо этой угрозы и есть и кое-что еще с чем надо разобраться немедленно тогда медальон мы украдем позже что нужно сделать сейчас поговори с ариасом конан дикарь на аквелонском троне слишком многого потребовал от старика и теперь тому нужна помощь человека которому можно доверять а почему ты думал что я не икарь а я то вот так вот и думал что да погляди да я давно хотел уже посмотреть назад тебе больше мне нечем сказать рассказать расскажи мне свою историю прощай погляди ну все так давай посмотрим что у нас что нас ждет сейчас да это нам не нужно письмо королю поговорить с ариасом идем к нему где он он по моему за городом да по моему был я не помню сейчас точно так ну-ка карточку дайте блин да по моему за городом фу пошли на улицу что делать за территорию города кстати она где-то я же нет вниз куда-то должен идти нет вот сюда вот да все отлично не забудем ничо да не слишком часто я играю и действительно я скучаю иногда вы по этой игре по этой музыке да я же говорил уже неоднократно что эта музыка доставляет мне истинное наслаждение она вспоминает мне готику и reason который я играл и не один раз с большим и большим удовольствием кстати он за городом нам да ладно идем за город лишь бы слишком серьезными не были мои деле я пятнадцатый уровень слишком серьезно не были мои противники сейчас я шестнадцатый уровень и до произошло недавно опять новое обновление в игре то есть игра обновляется смотря на то что в общем-то графика тут не на высочайшем уровне естественно но тем не менее игра имеет свой смысл имеет свою осмысленности так там обезьяны нет разве нет или какие-то бандиты там а вот он стром кстати он ариас он недалеко он тупо появится то исчезнет здесь я смотрю приветствую друг она дине сказала что ты хочешь поговорить со мной у меня есть новости чрезвычайной важности мой король ответил и в его ответе есть приказы приказ я никому не подчиняюсь ни нищему ни королю проклятие сейчас не время для глупой гордости клянусь митрой то там он грозит нам концом света как следует подумай над словами моего короля прежде чем счесть их приказанием тирана и чего хочет твой король чтобы армия отмеченных знаком рабов была уничтожена прежде чем замарает собой акританскую землю он поручил это задание мне но боюсь я провалю его даже не начал я уже слишком стар ясно чтобы размахивать мечом в этой схватке я не могу на закате лет сделать то что желает король конан тарташ и его население не слишком уважают короля аквелонии так что я обращаюсь к тебе ну уничтожить целую армию как ариас не магия и не мечом дружище если случится извержение вулкана всех кто там прячется погребет под раскаленной лавой они будут уничтожены и не смогут возродиться метрелла каждые три ночи проводит ритуал чтобы не допустить извержения если ты его сорвешь то уничтожишь заклинание препятствующее извержению и как же я могу сорвать ритуал уничтожить заклинание заклинание которое она использует чтобы умиротворить богов очень мощно один из его ингредиентов кровь женщины которая не знала прикосновения мужчины понятно как всегда мы наверняка сможем испортить заклинание если подменим кровь девственницы кровью женщины знакомой с постельными утехами чего? ты неплохо разбираешься в этом учитывая что не учился темным искусством я работаю с тем чем располагаю кое-что знаю из личных исследований силы метреллы но мой король доверяет мне а я тебе так где мы сможем раздобыть кровь я не понял действеннице надо кровь или моя пойдет ладно Касильда я поговорю с ней картошская шлюха отлично кровь и нее хорошенько запятнана годами а наоборот на запятнану что делать после того как я ее найду после этого ты принесешь смерть целой армии возьми этот флакон и наполни его кровью Косильды. Заберись на склон холма рядом со входом в вулкан. Там ты найдешь Митреллу. Обменяй кровь девственницы на ту, что принесешь с собой и приготовься к тому, что последует. Где мне найти Косильду? Я думал, ты знаешь, раз в разговоре всплыло ее имя. Ну, мало ли. Я часто видел ее в собачьей жажде, когда гулял по улицам Тартаза. Прощай. Прощай. Возвращаемся в город. Ну, ничего серьезного. Чистая прогулочка какая-то у меня получилась сегодня. Ладно. Добыть кровь Косильды. А, Косильда это живот, который стоит на входе, нет? Или там другая? А, тут Делия. Вообще-вообще есть другое. И это воин. А не шлюха. Правильно. Все очень правильно. Так, ну она там, значит, да? Вот здесь находится она. В собачьей жажде. Конечно. Так, ну что ж, где она, Косильда? Косильда, вот она. Косильда, мне нужно с тобой поговорить. Тебе понадобилось немало времени, чтобы прийти ко мне с такой жаждой в глазах. Я ведь обещала доказать тебе свою признательность за спасение в джунглях. А, это ты, Косильда. Чего ты хочешь? Чего желаешь? А тебе это покажется немного странным. Мне нужна твоя кровь. Это шутка? Или убийство? Пробудили в тебе страсть к виду крови, струящейся по обнаженной плоти. Эээ, так. Косильда к постели это не имеет никакого отношения. Какая жалость. Впрочем, если ты хочешь сохранить непорочность наших отношений, я подчиняюсь. Но чего же ты хочешь? Да, не дурна. Только один небольшой надрез, чтобы наполнить кровью этот сосуд. Ты не поверишь. Чего только не просили у меня за то время, что я работаю здесь. Однако, это самая странная из просьб. Что ж, обещание есть обещание. Я сделаю это. Но будем считать, что мой долг тебе выплачен сполна. Хорошо. Вот, держи сосуд с моей кровью. А теперь вступай. Мне нужно позаботиться о ране. Если кто-нибудь узнает, что я это сделала для тебя, кто знает, о чем, в следующий раз попросят меня мои клиенты. Да, конечно, прощай. Твою помощь я никогда не забуду. Так, всего, всего. Так, там что? Огонь. Белеса. Кстати, выглядит точно так же. Так, торговец. Кстати, надо посмотреть, что у меня лишнее есть. У меня есть что-нибудь лишнее? По-любому. Копьё рыбака. Нахрен оно мне нужен? Копьё рыбака. Да, я не могу ими использовать её. Невозможно. Сабля. Так, лимонад. Ну, всё, у меня тут ничего такого нету большого количества. Так, где мой инвентарь? Что у меня тут есть? Юбка. Это юбка такая, это юбка крокодила. Кстати, она, по-моему, получше, да, будет, чем моя? Ну-ка, давай-ка мы её... Подожди, подожди, подожди. Сейчас я её, наверное, скорее всего, просто переодену. Вот так вот. Выглядит намного лучше. Уровень какой? В принципе... А, 14, да? И продадим юбочку. Которая у меня есть. Кстати, а, вот он. 16 медиков. Кровавое брюхо. Исцеление на 30. Может быть, купить вот это вот одно? Одно у тебя, что ли, оно? Да, давай купим тогда его одно. Если оно у тебя одно. А, нет, у тебя их много. Давай два возьмём. Отлично. Пригодится. Пригодится. Вот сюда вот. Как-то я сразу об этом не подумал. Ладно, пойдём. Дальше. Нужно забраться на вулкан. Фух, сейчас бы никто меня не преследовал. Было бы всё замечательно. Кстати, с какой стороны нужно заходить? Просто интересно. Так, вход, 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 вход. Опять я не на то... Эта карта мне нахрен не нужна пока. То есть, по этой же дороге, да? По-моему, да. Ладно, пойдём. Попробуем. Что ж. Попытка не пытка. Основная сюжетная линия должна... Что это такое? Продолжаться. Пойдём сюда. Теперь, в принципе, наверное... Не страшно. Сейчас будем идти громить всех подряд. С нашим шестнадцатым уровнем. Опять же, посюда же. Так, там, по-моему, крокодилы. Целая куча их была. Да, этот опять исчез. Может быть, у него... Вон там что-нибудь есть? Внутри, в этой палатке? Нет, он не исчез. Он здесь стоит. В палатке? Ариас. Он днём исчезает, кстати. Да, я забыл. Действительно. Он ночью здесь всё время появляется. А вот насчёт того, чтобы днём тут быть... О, я здесь не бывал. Так. Подъём вон туда. Рабы. Рабы, рабы, рабы. Ну, с двух ударов, я думаю, я его снесу. Ну, с двух ударов, я думаю, я его снесу. У рабов даже брать-то нечего, наверняка. Ахеронский раб. В принципе, даже они ни к чему. Мне на них нападать смысла нету. Они против меня ничего не имеют сейчас. Ахерон, страж Ахерона. Видишь? Он даже на меня... Не смотрит. Зато я на тебя смотрю. Ещё один. Рабы, херонский. Капитан! У тебя защита получше, да, будет немножко? У капитана... Ничего нету. В кошельке, к сожалению, тоже. А я в этом гробнице не был ни разу. Тут, видимо, вход тоже какой-то должен быть. Ладно, я поднимаюсь на вулкан. На вулкан ещё дальше. Вот по этой дороге как раз... Так, а в какую сторону? По этой дороге или по этой? Скорпион. Скорпион тоже даже меня не трогает. Смотри, до чего дожили, а. Скорпиону на меня пофиг. Но мне-то на тебя не пофиг. Скорпиошка. Цветочки. Так растут, интересно, да? Довольно... Странно. Ага, это вот сюда вот заходить надо, что ли? Вулкан. Ну что ж. Продолжим путь. У меня такое ощущение, что здесь меня ждёт очень много неприятностей впереди. Надо сохраниться сразу. Здесь. Вон там, по-моему, точка сохранения наверху, да? Я тут бывал или нет? Вот она, точка-то сохранения. А мне нужно перейти на ту сторону, да? А, да, я здесь бывал. Я здесь убивал этих стражей. О, нифига себе 16 уровень. А, в два. В две руки согрились на меня. Ладно. Попытка не пытка. Бей их нахрен. Однопользовательская игра. То есть, если я убиваю одного, он больше не воскресает. И тот остаётся один. То есть, мне нужно хотя бы одного убить. Точно. Ой, не то я сделал. Хотя бы одного убить, ну! Бляха-муха, не получилось. О, ладно, воскреснем. Потерял я немножко опыта, наверное, скорее всего, да? Так получается. Мне, наверное, стоит будет использовать этот эликсир, чтобы убить. Так, если я вернусь до того места, где у меня было, значит, я верну свой опыт назад. Да? Получается так, видимо? Надгробный камень. Да. Опыт я себе вернул. Так. Если что, я применю вот именно вот это... Варева. Отличком далеко. А, подожди, стоп. Сменить оружие. Сейчас ударим, 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 ударим. Отлично. Так, я сейчас сделаю более подходящий вход, тем самым, что я сейчас вот применю вот это зелье, отлично, которое будет возражать мне немножко жизней. Минус один. Да, я сейчас смогу справиться с ним. Гораздо проще. Да, нужно продуманно просто действовать. Чуть-чуть, 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 чуть-чуть. Еще немножко, отлично, бил я его. Тихо, 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 расслабься. Все хорошо. Эликсир я этот не могу пользоваться этим эликсиром, к сожалению. Здесь что у него? Сок сладкого лимона, да? Нет, он третий. А что он возрождает у меня? Дает мне что этот сок? А, третий, да? Все правильно. Жизнь восстанавливается. Идем дальше. Пока есть эта возможность восстанавливать жизнь, я буду двигаться вперед. Восстанавливание здоровья. Четыре, пять. Их трое, блин. Трое против меня одного. Трое. Трое, трое, трое. Ну хотя бы одного убить, а? Давай, давай, давай. Есть, одного убил. Еще бы одного убить, а? Нет, не повезло. Блин. Ну ладно. Что сделаешь? Фу. Ладно, сейчас мы вернемся туда и нужно будет выполнить это самое место, где я был, что я видел, что я делал. К сожалению, да, я лишился восстанавливающего зелья, но я думаю, что сейчас мне гораздо проще будет его убить. Сменим оружие. Сменим оружие. Иди сюда. Я жду тебя. Э, он маг. Ты смотри, он маг, ты смотри, он маг ведь, а? Охренеть. Иди сюда. Я с тобой здесь разберусь, парень. Ты маг. Еретик. Еретик. Ну и с еретиком у меня разговор очень короткий. Без проблем. Потому что сейчас это будет лучше всего. Я его довольно легко в одного сделал. Так. Вот моя гробовая, надгробная, надгробный мой камень. Возвращаем себе опыт. Так, а нужно все равно подняться вот сюда, вот, скорее всего, да? Фу, попытка не пытка, да? Попробуем сейчас. Так, по одному-то мы их растерзаем, как нифиг делать. А вот в двоих сразу, конечно, это проблема. Эй, ты куда, ты куда? Тихо, 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 тихо. Надо уходить, уходить. Нет, я не успею. Убил. Фу, ну не так страшно. Сейчас все будет нормально. Там опять какой-нибудь сейчас будет здоровый мужик в конце. Его нужно будет убить. Надо было, наверное, все-таки мне набрать побольше склянок. С тем варевом, который называется для восстановления жизни. Так, восстановление жизни. Без проблем, без проблем. Не попадает почему-то. Так, сейчас, я сейчас все сделаю. Все сделаем. Все сделаем, ребята. Отлично. Все получается как нельзя лучше. Точно удар. Шесть. О, вот и зелье. Отлично. Это зелье мне нужно. Останавливает оно. Так. Чтобы подняться наверх. Посюда идти или... А посюда же можно подняться, да? Или... Или подтуда надо, наоборот. Ладно. Давай попробуем посюда подняться. А тут ничего нету такого. Черная ведьма. Черная ведьма. Иди сюда, подружка моя. Получи свое... Наследие. С тобой у меня разговоры. Короткий тоже. Ты нисколько не лучше своих дружков. Еретиков. Отлично. Так. Здесь мы разобрались. Фу. Выше? Не понял. Еще выше? Или как? Или как? Или как? Видимо, или как? Есть возможность... Да, я одного... Хотя бы одного убьем сейчас, а? Хотя бы одного. По одному. Так как силы у меня пока не очень много. В принципе. Блин, он против двух. Ай. Уходим, уходим, уходим. А-а-а-а. Выживу, не выживу, не выживу. Выживу, не выживу. Выживу, не выживу. Ушел. Ах ты, сука. Нет, погнался за мной все-таки. Уйти-то тяжело. Гонится? Нет. Так. Давайте немножко отдохнем. Для отдыха что нужно сделать? Вот это. За ба здоровья. Все, можно возвращаться. Не бояться. У них-то, надеюсь, не так быстро она восстанавливается, а? Или так же? Кстати, вот это вот надо собрать ведь здесь. Что-то я не подумал об этом. Пускай будет у меня опыта достаточно. Поднимаемся наверх. И давай быстрее их мочить. О, у них опять восстановилось здоровье. Ё-моё. Ну ладно. Минус один. Ну давай, 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 парень. Давай. Они двое на меня одного, а? Нет, мне с ними так не справиться, если я так буду действовать. Мне нужно просто уходить отсюда. Если бы они... Один шел, а другой нет, было бы другое дело. Они, видишь, вдвоем на меня нападают. У них жизни-то, блин, по максимуму. Придется опять использовать вот этот эликсир, похоже, мне. Чтобы победить их двоих сразу. Ладно, тогда с вами будет покончено, ребята. По мере возможностей. Одного-то я точно сейчас завалю. А если второго получится еще завалить, это будет просто супер. Ах, давай, 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 бей его, бей. Да, немножко, немножко, немножко. Я не так тут клавишу нажал. Опять эмоции поднялся. Ай-яй-яй! Да что ж такое? А, да, одного убил. Со вторым, к сожалению, не справился. Да. Увы. Ладно. Воскреснем и продолжим. Все оказалось намного сложнее, чем я ожидал, чем я рассчитывал. Все-таки не так-то уж. Все легко. Ладно. Сейчас заберемся на вулкан. Без проблем убьем вот этого одного. Может быть, надо будет вернуться. Может, придется вернуться, потому что там может на вулкане оказаться какой-то еще один здоровый враг, который мне так просто будет не одолеть, без применения особых эликсиров. А у меня в запасе эликсиров больше нет. Да, но если я выйду отсюда, мне придется опять их всех убивать, наверное, да, получается? Так, что ли? Сейчас мы с тобой расправимся, парень. С одним-то я с тобой справлюсь как нехер делать. По-любому. Отличный удар. Отличный удар. Барсерк. С двумя, конечно, мне такого же уровня, как я, справиться тяжелее. А вот с одним-то да. Без проблем. Соберем свой камушек. Для восстановления опыта. Так. Ну все. А наверх. А я наверх могу залезть? Нет? Мне будет еще так просто не залезть. О, я могу залезть. Отлично. Смотри-ка. Я лазить не умел. Я лазить не умел. Сейчас умею. Но я вот боюсь только, что там какой-нибудь опять враг будет, блин. Как специально стоять. Ведь можно же как-то сделать так, чтобы никого не было в то время, когда я буду забираться сюда. Нет, обязательно кто-то сейчас будет тут стоять. Их тут трое, блин. Там еще один. Так. Ну если я его одного сейчас как-то с одним расправлюсь, в общем-то остальные не пойдут если сюда, то будет все хорошо. То есть я по одному могу с ними со всеми расправиться. А если они придут ко мне вдвоем или втроем даже еще хуже, тогда шансов у меня на выживание просто нет. Ладно, хороший у меня меч. Чем он меня таким офигарил? Кстати, я забрался заменить кровь Девестивницы на кровь Касильды. Это куда мне нужно идти, чтобы заменить? Дальше что ли? Вау. По этому подъему вверх. Офигеть. Я думаю, что по одному, если я их буду мочить, будет все хорошо. Я уже об этом говорил только что. Сюжет. Когда сюжет есть в игре, играть становится намного интереснее, чем игры без сюжета. Так, к сожалению, таких игр тоже очень много. И бесполезное шарахание по территории просто не имеет смысла. Так, еще одно зелье, я смотрю. Побольше бы их, да, этих зелий, исцеления. Мне они пригодятся. Так, смотрим, что у нас экипирован. Запас сил, боевой ранг, здоровье, длинный меч, трактирщика, да, экипированный. Так, уровень предмета 29. В принципе, этот намного сильнее. А я что-то долго возился с тем самым своим мечом, который мне не дает. Тут их двое, да? Я их могу обойти. А там дальше? Ну, даже не знаю. Способен ли я буду обойти их всех. Там их много. Вон их сколько, а. Мини-босс. Как? Как? Не так-то просто это все обойти, похоже. Ну, будем надеяться, что возможно. Вот на этого я сейчас нападу. Я думаю, что он против не будет. Ну, как не будет? Конечно же будет. Но он не такой сильный окажется против меня. Потому что двое против одного, это, конечно, сила. А вот когда я один с таким же образом, я намного сильнее своего врага. Отличный ход. Так, вот этого босса, наверное, нужно все-таки завалить. Какой он там стоит? Блин, я отсюда, наверное, не попаду в него. Ладно, если он за мной побежит. Мини-босс, мини-босс. Ну, давай, мини-босс. На что ты способен против меня? Я по-любому тебя сейчас выиграю. У тебя, скорее всего, в закромах что-то есть. Поэтому ты и мини-босс. Поэтому тебя и поставили здесь главным. Вот сундучок. Защитная юбка. Нифига себе. Сила телосложения. У тебя намного лучше эта юбочка-то, а? Оказывается. Так, давай-ка мы эту юбочку себе наденем. Вау, круто. Броня, конечно, похуже будет. А, нет, сила. Ну, не так страшно. В шотландской юбочке в это я хожу. Так, кто тут у нас остался? Много у нас тут врагов еще? О, у него тут сундучок есть. Ох, как хорошо. Используются грубые защитные перчатки 14-го уровня. Нет свободного места. Так, это что такое? О, вот это вот можно надеть. Так, это что у нас? На плечи. Кстати, могу я себе... Экипировать себя. Общее. Нет. А, вот. На плечи себе получше одену. Да? Да. Отплечить таверны. Где они, кстати? Слабенькие, да? 12-й уровень. У меня посильнее сейчас будет. Так. Ну, давай тогда выложим, что ли, пока. Что-то лишнее. Так. Я вот это вот... Пользоваться этим не могу. Значит, можно будет выбросить, наверное. Так. Сейчас выбросим все лишнее. Что у меня присутствует. Я вот этим вот пользоваться не умею. Да. Волшебная вода. Это тоже выбросим. Капли зеленая живица. А, кислая. Так, ладно. Давай возьмем. Все. Отлично. И переоденемся. Конечно. Намного лучше я сейчас буду. Намного сильнее. Броня. 32. Ловкость. Телосложение. Проницательность. Так. Это, наверное, сейчас не нужно. Пока мне. Вот это стоит тоже не очень дорого. Так что, может быть, можно ее тоже выбросить. Талисман. Талисман. Я не умею пользоваться талисманами. Талисман, наверное, надо будет продать. Если будет такая возможность, я их безусловно продам. Так. Что? Где? Вон там один человек ходит. Они разбрелись. Значит, нужно, наверное, действовать по правилам Конана. Ой, Конана, говорю, этого. Как его зовут? Горна. Из. Готики. Не оставлять за собой врагов. Но тут их двое сразу. То есть, двух сразу врагов мне. Даже трое. Нет, двое. Мне не одолеть. Здесь, поэтому я думаю, что стоит. Вот я уже поднялся на самый верх. Сейчас нужно будет просто взобраться. Взобраться. А, кстати, как тут забраться-то, а? Непонятно. Непонятно. Может, по другой дороге, что ли, или как? Я не совсем понимаю, как тут можно пройти. Так, это лава. Лава. Может быть, стоит идти в обратную сторону, да? Посюда я не пройду. Скорее всего. Следовательно, нужно возвращаться. Хорошо. Вернемся туда. Может быть, там нужно пройти вот так вот. Тоже обходным путем. Если это... Да, вот, да, да, да. Там еще их много. Вот лишь бы они меня не тронули, да, тут? В принципе. Было бы... Не заметил. Не заметил. Не заметил, а тут сколько их... Ладно, по одному ходят. Хорошо. По одному это намного лучше. По одному я вас всех растерзаю. Можете верить или не верить. Основная сюжетная линия скружается. Я так думаю, что я... Следующий уровень, 17-ый, довольно скоро тут таким образом завоюю. Если так легко, по одному я буду расправляться с моими всеми врагами. Еще минус один. У тебя что? Ценность. Ценность. Тут опять их двое. По двое я не хочу, ведьма. С вами встречаться. Блин, а придется, похоже. Но ведьму-то я точно сейчас тут... Прямо тут полюшу. Нече ей тут... Рассчитывать на чудеса. Иди сюда. Ведьмочка. Думаю, тебе не сдобровать в ближайшем будущем. То есть сейчас. Хороший ход. Так, в тебе ничего не было, да? Хорошо. Хорошо, я чуть не пал, наверное. Фу. Или тут упасть невозможно? Это намного лучше, если это так. Так. Против двух. Ну, надо будет применять сейчас опять же зелье, наверное. Против двух. Далеко. Да, идите сюда. Идите сюда. Ах ты с... Так, стоп, 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 стоп. Стоп, 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 стоп. Стоп, стоп, стоп. Да что ж такое-то, а? Давай, 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 давай Бей его, бей его, блин Бей, бей, бей его Тот издалека бьет, а Смотри, какой продуманный парень Но мы-то его, сейчас вот этого Думаю, победим, надеюсь Все, можно уходить Уходи, уходи, уходи отсюда Уходи, уходи, уходи Уходи А вот тут вот мы сейчас С ним расправимся, я уверен Да, нет, не так-то просто Ай-яй-яй-яй-яй Ай-яй-яй Давай, бей его, бей Все отлично Все отлично Вот это удар Фу, ну, отлично Не отлично, но довольно Серьезно тут была Проблемка у меня против него Так, здесь Сундук Ничего нету А, это такое сукно для Как одеяло, да? Покрывало Так, мне против них Ничего не надо Мне нужны не они Мне нужны не они Еще один наемничек Иди сюда С тобой Так же Вопрос будет один Вопрос будет на засыпку Для тебя Заснешь вечным сном Даже не сомневаюсь Вот это удар Надоело мне этим мечом Херачить Было бы какое-нибудь оружие Помощнее, а Какой-то меч-то есть Игрушечный у меня Вот посмотри По сравнению с его мечом Вообще какая-то игрушка Так, там их целых два Раба Охренеть Рабы Какие сильные, а? Так, ну подъем По всей вероятности Этот подъем и есть, да? Блин, точно не указано Как туда подняться Ну, скорее всего Таким вот способом И стоит А, вот, вот, вот Посюда, наверное Ну что ж, давай попробуем Против раба Буду ли я способен Против Рабов Противостоять Сильно Хватит ли моих сил Если что, придется убегать Придется опять убегать Потому что С двумя Сразу мне не справится Просто не справится Он, тем более У него Блин, да что такое-то? Че с такое? Тааа Ааа Добил Это что? У меня голову Ха-ха-ха Охренеть Вот падла У меня голову Снес Просто снес Фуу Ну Благо у нас Существует Возможность Сохраниться И сейчас Весь этот путь Пойдется преодолевать Заново Да не хочу я с тобой Объединяться Я пойду один Хотя, наверное Можила А где он, кстати Этот игрок? Я не вижу его Еще раз Предложи Я соглашусь Я что-то не подумал Сразу Ладно Двойную работу Что-то делаем Невидимый игрок Да? Так Здесь я уже проходил Залезаем наверх Вау Сата Нифига себе Да Серьезная Сложность Выполнить это задание Основной сюжетной линии 27 минут Это что? Наказание За смерть То есть Если за 29 минут Не вернусь К своему Надгробному камню У меня будет наказание В виде лишения В виде лишения Моего бонуса Скорее всего Да? Ну сейчас Он там один Так что Мне не страшно Против него Одного Сражаться А кстати Вот он Мой камушек Он чуть-чуть По отдаль Находится Возьмем его Наказания У меня не будет Отлично Иди сюда Моим мечом Я тебя поражу Работа тоже Оказывается Сильная Да? Конечно Если вспомнить Как Сильно сражались Гладиаторы Конечно Можно Точно Сказать Что Они Очень сильные Намного сильнее Простых Смерт Так И че Куда Как тут Добраться А Вот по этому Пути Да? Ну ладно Если они по одному Будут А если они Не по одному Один Ты один А он там Он еще двое Ты один Значит тебя можно Сейчас Здесь Прямо здесь Я с тобой Закончу Это дело Серьезно Серьезно Я тебе не вру Там какой-то Шальной Еще один Ходит Но до него Я не достану Все равно То есть Он далеко Он меня не пугает А еще один Идет Один 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 Ну ладно Один не страшен Я уверен Что один Не страшен Один Мы его Победим Мы его Победим Восьмой Да Вот это удар Ну давай Бей 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 Берсерк Отлично Куда он тут взялся Его ведь не было Тут Там еще один Сундучок Какой-то Да нет Это тот самый Шальной Да Так Отдыхаем Немножко Нет Тут тоже не пройти Нужно идти Опять же В обход Вон там он Да Ууу Довольно тяжелый Путь оказался Сегодня у нас Давай Пройдем Лучше за Чтобы Не встречаться С вот этими Еретиками И воинами Которых Целая куча Тут Так Ладно Против одного Тебя я справлюсь Архонт Архонт Наемник Ахирона То есть Ахирон 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 Сопротивление Твое Сопротивление Бесполезно Вот это Такая музыка Началась Боевая Я смотрю Так Что дается Ах Еще один Бляха-муха Ну что ж Вас так много Смогу я справиться С ним Нет Аааа У него Жизни Там много Блин Еще До сих пор Отлично Удар Это мощный удар Ааа Да Фу Выжили Все Что могли Выжили из своего успеха. Вау, высота. Нифига себе тут, да? Фу, забраться наверх. Вот это сложность. Так, отдохнем. Останем. Отдохнем. Так, если они меня не увидят, это все хорошо. По-моему, они меня не видели, да? Там наверху один. Один стоит, да. Так что с тобой будет тоже покончено, если ты один. Да хоть и ори, хоть и не ори. О, это отрицательный эффект какой-то он мне дал, да? Настраиваем. А, это он себе сделал. Сдебавил. Улучшение. Это тебе не поможет. Ничто тебе уже не поможет. Так что можешь не сомневаться, что тебе ничего уже не поможет. Фу. Я уже почти наверху. А, нет. У, ааа. Ни хрена тут идти-то еще, а? Блин, эта серия явно затягивается вот благодаря тому, что выполнение задания вот сегодня... Так, ладно. Спускаемся вниз. Отходим, 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 отходим. Пускай она спустится ниже ко мне. Бляха-муха. Иди сюда. Ведьмочка. Придется тебе немножко получить по заслугам. Барсерк. На тебе. Фу, ведьма уничтожена. Так. Надо перейти вон тот мост сейчас будет, да? До этого нужно еще будет убить... О, босс. Про то оча. Вот. Его-то, наверное, нужно было и убить как раз того самого босса. После которого начинается... Ну, я думаю, я 17 уровня. После него я достигну. Он, смотри, в каком броне. Охренеть. Офигеть. Да как мне его победить-то, а? Возможно ли это, а? В моих ли это силах? Смотри, как он сильный. А! Бей его, бей, бей. Бей его, бей. Ладно, он в одиночестве. В одиночестве есть шанс у меня победить его. А вот, если бы он был не один... Вот это да. Вот это проблема. Проблема почти кончилась. Вот это удар. Очень важный удар был. Да, как и в футболе. Важный удар. Протал Ача. Ача. Фу. К моим ногам сложил свой сундук. Так, рубаха. Да не так он и силен, да? Куртка застрельщика. А, нет, это я использую куртку застрельщика. То есть сейчас можно переодеться. Смотри, как мне повезло. Куртка. Плотная. Нижняя рубаха. Она мне броню прибавляет. О! Мы сильны, как никогда. Так, осталось добраться до верха. Нифига себе высота, да? Самое малость осталось. Босса мы взяли. И теперь, выполнив... Я думаю, босса убив, сейчас Митрелла. Митрелла. Митрелла тут рядом. Смотри, стоит. Она тоже 80-го уровня. Офигеть. Идет она сюда. Нифига такую победить 80-го уровня. Я бы не сказал, что это самое простое. Девушки жертвенные, да? Полуобнаженные. Офигеть. И что, мне нужно сбежать? Или что? Отойти уже не удастся Или удастся Что нужно сделать? Убежать? Или как? Поговорить с Ариасом Нужно уходить отсюда Нужно отсюда уходить Пока не поздно Чуть не долбануло меня Вау Камень Уходим, уходим Уходим, уходим Вау, сколько их тут А, им пофиг Они на меня наплевали, да? Вот эти вот ребята Спутники вот эти Они за себя Сражаются Хо-хо-хо Ай, бляхом Попало Уходим, уходим Так Блин Да, горит Жизнь пока Хватает Все сгорает здесь Еще бьет Это огнем меня, да? Наверное На меня только не летите Ладно Так Тут где-то спуск ведь был Спускаемся вниз Отлично Задание Почти выполнено Ооо Ладно Жизни пока Хватает А, это просто по меня попал Этот Огненный камень Следовательно Меня зацепило Сюжетная линия основная Приложается и я Довольно неплохо Неплохо Сейчас закончил с этим делом Следовательно нужно уходить Уходить пока не поздно Вот нам не летает Наемники только побежали Че толку пятого уровня Они не выживают Паразит Уходим Уходим С лукана Да Допустили ошибку Невероятно горит Все мы сделали это Я не думал что меня будет держать в напряжении Все время эта игра За то время что я буду ее Сегодня проходить И у меня остыл чай Так что будем пить его холодным К сожалению Ну ничего серия получилась Как Нельзя лучше Мы сейчас Я думаю сейчас я переберусь На семнадцатый уровень Не трогая даже вот этих вот Стражей пятого уровня Слабеньких Если побеждали Сейчас по одному Шестнадцатого уровня Всех этих существ Ну что ж Выполнил я Очередное задание Основной сюжетной линии Ариас Что я могу для тебя сделать Ариас я сделал это Я видел Клянусь кровью богов Я видел все Такое невозможно пропустить Ветер доносил до меня их крики И я проклинал тот Омона За каждую покореженную Взятую в рабство душу Которая погибла сегодня У меня нет слов Чтобы достойно поблагодарить тебя За помощь трону Аквелонии Это было сделано Чтобы Кемерия Избежала угрозы армии рабов Какими бы ни были твои мотивы Свершилось великое дело И ты действительно вправе делать все Что защитит твою родину Я совсем немногое могу предложить В качестве вознаграждения Но выбор хороший То есть большой Это должно было стать Моей наградой за службу Но полагаю За такой героизм Ее заслуживаешь ты Ну как-то справедливо Ты себя чувствуешь Я этому рад А теперь полагаю Тебе нужно поговорить с твоим наставником Пусть боги даруют тебе удачу Сапоги чести Девятый уровень Сапоги небесного свода Так 49 Боевой ранг Мана Мудрость Телосложения Башмаки Башмак Даже башмаки чести Это А вот еще башмаки чести Да Сапоги чести Ну башмаки то наверное похуже будут Чем Нет В принципе нет Не намного хуже Броня 49 Так Сандалии Туфли чести Ну я все таки как воин Как сильный воин Наверное возьму На телосложение прибавку На броню прибавку Именно наверное лучше всего будет взять Именно вот эти вот сапоги Или вот эти вот Но скорее всего не мудрость я буду брать А именно телосложение Сапоги чести я возьму Прощай Будь осторожнее И берегись людей строма Ну вот и все Я выполнил задание И перешел на следующий уровень Я этому очень рад Теперь нужно переодеться немножко И Так сапоги переодену Да Вот это все нужно будет наверное продать Наплечники таверны Ну вот эти вот все Мелочи я продам сейчас Не сейчас А между сериями может быть Может быть следующей серии И нужно вернуться к своему наставнику Как мне сказали Пятнадцатый уровень должен я иметь Да Я уже шестнадцатый Так что Это не страшно Вы подписывайтесь Ставьте лайки Все только начинается Игра Меня начинает уже захватывать Действительно Действительно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому